Восстановленный снова уволен. Минздрав не стал продлевать трудовой договор с бывшим руководителем РКБ Анатолием Чеботару. Ведомство ссылается на статью Трудового кодекса. Спустя несколько недель с начала эвакуации автомобилей, незаконно припаркованных на улицах Кишнева, на штрафстоянках гуляет ветер, а простаивают там лишь несколько эвакуаторов. В чем дело, расскажем через несколько минут. Лицей в селе Костешты оправляется от шока. Сентябрьские дожди очень здесь набедокурили. Ремонт начался, но в администрации сетуют выделенных властями средств мало. Восстановили в должности руководителя Республиканской клинической больницы, а затем снова уволили. Министерство здравоохранения не стало продлевать трудовой договор с бывшим руководителем РКБ Анатолием Чеботару после того, как высшая судебная палата восстановила его в должности. Минздрав ссылается на статью Трудового кодекса. Сам Чеботару просит позволить ему вернуться к работе и даже предложил властям свой план по управлению ситуацией с коронавирусом и нераспространению инфекции в стенах медучреждения. В распространенном пресс-релизе Министерства здравоохранения говорится, что Анатолий Чеботару был освобожден от занимаемой должности директора РКБ после того, как был восстановлен по решению высшей судебной палаты. Ему, как поясняет Минздрав, будет выплачен оклад за весь период отсутствия. Сам Чеботару, как сообщается в Каменюке, попросил продлить его трудовой договор хотя бы на тот же период, который ему должен быть оплачен, то есть на 6 месяцев. Но выполнение этой просьбы противоречит законодательству. Ссылаясь на статью Трудового кодекса, Минздрав пояснил, когда руководителю госучреждения исполняется 65 лет, индивидуальный трудовой договор аннулируется в силу причин, которые не зависят от сторон, подписавших соглашение о трудоустройстве. В своем обращении в социальных сетях Анатолий Чеботару подтвердил, что действительно просил Министерство продлить с ним индивидуальный трудовой договор. «Я потребовал продлить контракт, чтобы им не пришлось оплачивать период моего отсутствия. Я предложил им заплатить за работу, которую я могу выполнить и в это же время. Для меня использовать право на трудоустройство прежде всего означает возможность работать». Конец цитаты. Анатолий Чеботару также сообщил, что вместе с заявлением направил план конкретных действий по нераспространению коронавируса в стенах медучреждения. Чеботару опубликовал несколько фотографий, сделанных в РКБ, на которых видно, как ограждены зоны, где проходит лечение пациенты с ковидом от других отделений. «Возможно, они делают ставку на высокую осведомленность вируса. Если он прочтет это объявление, то не будет передвигаться по продырявленному потолку больницы и не зайдет за ширму, которая с технической точки зрения даже не может обеспечить гигиенические условия перехода из зараженной зоны в безопасную», — добавил Чеботару. Нынешний руководитель РКБ Андрей Ункуца не стал комментировать заявление бывшего директора больницы. Анатолия Чеботару уволили в марте этого года после того, как в СМИ появилась информация, что он отправил группу медиков пройти тест на коронавирус в одной из частных лабораторий и не оповестил об этом Минздрав и Национальный центр общественного здоровья. Тогда министерство пояснило изменения на уровне менеджмента больницы необходимостью улучшить общую ситуацию и подготовку медучреждения в разгар эпидемии. Вместо него был назначен новый руководитель Андрей Ункуца. Чеботару опротестовал решение в операционной палате, а затем устроился в одну из немецких клиник и покинул страну. В частности, хирург отвечал за профилактику заражений среди врачей в одном из центров диагностики инфицированных COVID-19. Сняли все обвинения из-за отсутствия состава преступления. Судьи, задержанные четыре года назад по делу о российском ландромате, освобождены от уголовного преследования по решению антикоррупционной прокуратуры. Пять расслужителей Фемиды требуют восстановить их в должностях и могут рассчитывать на получение окладов за все время, пока велось расследование. Высший совет магистратуры пока не высказался по этому поводу. После проведенных обысков по месту жительства, в офисах и в автомобилях подозреваемых были задержаны 15 судей и бывших судей, а также трое судебных исполнителей. Четыре года назад об этом сообщали представители Национального центра по борьбе с коррупцией и антикоррупционной прокуратуры. Судей подозревали в причастности к отмыванию 20 миллиардов долларов посредством молдавских судебных инстанций, известному как дело о российском ландромате. За все это время следствию не удалось доказать причастность служителей Фемиды. Судьи были освобождены от уголовного преследования, поскольку в их действиях не было найдено состава преступления, пояснил в РИО главы антикоррупционной прокуратуры в комментарии для нашего телеканала. Решение приветствовал и адвокат Георгий Ульяновский, который представлял в суде интересы двоих подозреваемых. Расследование началось четыре года назад и до сих пор ничего не происходило. Мы требовали принять решение, передать дело в суд или разобраться, что с ним. Они проверили, увидели, что ничего не было сделано до сих пор. Не было никаких улик, которые подтверждали бы их глупости четырехлетней давности. Адвокат также добавил, что несколько судей настаивают на восстановлении в должности следственно и на выплате окладов. По закону, если не было правонарушения, значит ВСМ или судебная инстанция обязана платить все время отсутствия на работе. Помимо причастности к отмыванию денег в особо крупных размерах, служители Фемиды также подозревали в вынесении незаконных постановлений. Материалы по этому делу были переданы в суд, но пока никакого решения не было объявлено. Как сообщает портал Зеролдегарды, из 15 задержанных судей, 5 были отстранены от должности. Остальные добровольно ушли в отставку. Один из судей скончался спустя два месяца после задержания из-за тяжелого недуга. Более 2,5 миллионов леев предоставит правительство исполнительному комитету Гагаузи для ликвидации последствий проливных дождей, прошедших в стране в конце сентября. Деньги пойдут на ремонт дорог и домов. Решение об этом приняли сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Стихия, напомню, повредила 2 километра газовых сетей и более 1 километра местных дорог. На восстановление сети ушло 2 дня. За это же время рабочие вывезли около полутысячи тонн ила. Выделенные правительством средства покроют ущерб владельцам, чьи дома должны быть снесены или частично разрушены после наводнения. Всего было повреждено 45 домов, 8 из которых не подлежат ремонту. Для этих семей будет приобретено другое жилье или построено новое. Также комиссия приняла решение выделить 600 тысяч леев на ремонт сети теоретического лица «Олимп» в селе Костешты Яловинского района. В результате дождей там была повреждена крыша, учебные комнаты и вышла из строя электросеть. Кроме того, правительство выделило 1,8 млн шлейф из резервного фонда на очистку русла реки Ялпук и устройство защитной дамбы в городе Камрате. Компетентные органы также продолжают расследование причин затопления такого большого количества домов. Члены комиссии также одобрили оказание помощи в виде строительных материалов, необходимых для ликвидации последствий в результате сильных дождей. 13 октября в селе Каенарий Вейки Сорокского района. Строительные материалы будут предназначены для ремонта крыши здания мэрии, детского сада, а также пяти домов. Ну а из общей суммы, выделенной сегодня на помощь пострадавшим от ливня, на ремонт на работу лицея «Олимп» в Костештах пойдут 600 тысяч леев. Учебное заведение существенно пострадало от стихии. Однако директор лицея говорит, что средств недостаточно, а на восстановление электросети только здесь потребуется не менее 1 млн леев. А помимо этих расходов, деньги нужны еще на ремонт классов и покупку нового оборудования. Проливной дождь застал врасплох сотрудников этого лицея в селе Костешты. За несколько дней до того, как пошел ливень, рабочие демонтировали крышу, так как начались работы по ее ремонту. В итоге вода хлынула в ничем не защищенное помещение. Дождь намочил все, что только можно было. Парты, технику, стены, пол и все учебные материалы, используемые на уроках. На днях ремонт кровли был возобновлен на деньги, предоставленные правительством Румынии. Однако внутри затопленным оказался весь второй этаж учреждения. Разрушены 8 классных комнат. Они все еще закрыты. Две недели школьники учились онлайн, а теперь их перевели на первый этаж и в подвальные помещения. Немного теснимся, но уважаем друг друга и стараемся как-то защитить себя, чтобы всем было как можно лучше. А как насчет классных комнат? Так, частично, с помощью родителей. И сколько позволяет наш бюджет? Ну, уже немного к концу года. Благодаря финансовой поддержке родителей некоторые классы уже начали ремонтировать. Но вот к электричеству подключать лицей пока запретили. Специалисты говорят, что опасно. В целом, как было подсчитано, здесь нужен гораздо более серьезный и, соответственно, более дорогой ремонт. Электросеть неисправна, она в сырых стенах. Нам изначально сказали, что одна только электросеть будет стоить около миллиона. В полу есть проблемы и еще много чего. Но хотя бы ограничились вторым этажом. Таким образом, 600 тысяч леев, выделенных сегодня комиссией по чрезвычайным ситуациям, слишком мало для восстановления лицея до того состояния, в котором он находился, до наводнения, говорит директор учреждения. К тому же потолок представляет опасность для детей, а из-за сырости находиться здесь практически невозможно. Из 11 компьютеров в классе информатики только 6 выдержали проливные дожди в конце сентября. Остальные попадут на мусор. Между тем, ученики почти месяц не могут закреплять теорию по информатике. Мэр села Кастешты подтвердил нам, что сумма в 600 тысяч леев будет использована на ремонт электрических сетей, чтобы школьники могли вернуться к нормальной учебе. Что касается аудитории, то деньги на их ремонт можно будет запланировать в местном бюджете только на следующий год. Покидает на время мэрию, чтобы внедриться в избирательную кампанию. Мэр столицы Иоанн Чабан заявил, что уходит в отпуск за свой счет на неделю. Своё решение градоначальник пояснил желанием поддержать независимого кандидата в президенты, баллотирующегося на второй президентский срок при поддержке социалистов. Чабан добавил, что исполнять его обязанности в это время будет его зам Илья Чабану. О своем решении столичный градоначальник поведал на своей странице в Фейсбуке. Текст сопроводил видео, на котором предстает вместе с кандидатом Игорем Дадоном. Нынешний глава государства, борющийся за очередной четырехлетний мандат у руля страны, рассказывает о достижениях Кишинева, финансируемых из государственного бюджета. Я человек из команды. С сегодняшнего дня беру отпуск, чтобы поддержать господина Игоря Дадона на второй срок на посту президента. По словам Чабана, все его обязанности переходят на время вице-мэру Кишинева Илье Чабану. Рядом с Игорем Дадоном Чабан в нынешней предвыборной кампании появляется у всех на виду не впервые. Например, это было на мероприятии, организовано в честь Дня города, хотя тогда глава муниципия в отпуске не был. Участвовали они вместе и в кампании по высадке деревьев в столице, и в генеральной уборке столичных парков и лесополос. После своей победы на местных выборах прошлой осенью Ион Чабан приостановил свое членство в ПСРМ. Он также объявил, что больше не будет членом исполнительного политкомитета и Республиканского совета партии социалистов. Однако в прошлом месяце журналисты издания «Райс Молдова» заприметили в офисе ПСРМ нескольких российских политтехнологов, которые, по версии издания, принимают участие в нынешней избирательной кампании. Вместе с ним был запримечен и Ион Чабан. А нынешней избирательной кампании и о том, что нас может ждать с 1 ноября, да и после, говорили гости нашей студии во вчерашнем вечернем эфире. По мнению политаналитиков, страсти сейчас только разгораются, а впереди, если немного, то, возможно, поджидает самое интересное. Ну а выборы должны пройти по всем канонам демократического государства, иначе не сдобровать. Избирательная кампания, которую некоторые считают неинтересной и вялой, к концу первого тура может стать более динамичной. Однако даже если есть компрометирующая информация, то она будет выброшена в публичное пространство во втором раунде. Так считают политологи, принявшие участие накануне вечером в ток-шоу «Политика» Натальи Морарь. Для тех, которые хотят развлечений, можно еще, я думаю, компроматы еще существуют. Сюрпризы сейчас, все карты не будут подброшены на стол, а это будет и поставлено во втором туре. Поэтому, как я оцениваю, в принципе, будет кандидат левых и кандидат правых. Именно где-то за последнюю неделю, потому что до этого все-таки какие-то минимальные рамки приличия сохранялись. Далее, я так чувствую, что все-таки такой какой-то откровенной грязи, вот такого именно противного чего-то, как было при Плохотнюке, все-таки не будет. Во всяком случае, у меня такое предчувствие, надежда, что вот действительно вот не пойдем мы так низко, как у нас были ситуации там с опубликованными личными разговорами, еще всякое такое. Комментаторы также выразили мнение, что выборы пройдут корректно и прозрачно, иначе их результаты могут вынудить избирателей выйти на улицы и потребовать повторных выборов. Опасный момент на дороге, на одном из столичных перекрестков, там, где полгода назад произошла смертельная авария, патрульные заприметили дрифтовавшее БМВ. Одна из уличных камер видеонаблюдения запечатлила момент, как машину заносят на проезжей части, и она движется в противоположную сторону. Полиция уже оштрафовала водителя за агрессивную езду, однако, находившийся тогда в авто пассажир утверждает, что тот внезапно потерял контроль над машиной. Инцидент произошел около полуночи, еще 30 сентября, на пересечении Штефана Челмари и Измаильской. На кадрах видно, как БМВ, за рулем которого, как выяснилось, позже был 22-летний водитель, едет по улице, а на перекрестке внезапно сворачивает налево. При маневре машину начало заносить, она пересекла двойную сплошную и поехала в противоположном направлении. Продолжить путешествие не удалось, рядом тут как тут оказались полицейские. За рулем БМВ с иностранными регистрационными номерами находился 22-летний парень, а в качестве пассажира владелец автомобиля в нетрезвом состоянии. Он попросил того отвезти его домой. На водителя немедленно был составлен протокол за нарушение правил дорожного движения и агрессивное вождение. Нам удалось узнать, кто был за рулем той ночью, но пока ни на сообщения, ни на звонки он не ответил. Разыскали мы и владельцы машины. Тот отказался, чтобы наш разговор был записан, но заверил, что его приятель не совершал маневры намеренно, а попросту не справился с управлением, так как машина заднеприводная. На днях суд оштрафовал водителя на 2000 лейф и наложил пять штрафных пунктов. Более того, его на полгода лишили права управлять транспортными средствами. Полгода назад на этом же самом перекрестке в результате аварии погибли два человека. Тогда машина службы такси столкнулась с Ауди, мчавшейся на красный свет. Очередная операция «Смурт» команда аэроспасательной службы доставила из Тараклеев-Кишинев 23-летнего парня с сильными ожогами. У пострадавшего было обожжено более половины поверхности тела, поэтому ему в срочном порядке понадобилась помощь специалистов столичного ожогового центра. Перелет состоялся сегодня после полудня. За состоянием мужчины следили врачи «Смурт». По их словам, у пациента ожоги второй и третьей степени примерно 60% поверхности тела. Как сообщает генинспекторат по чрезвычайным ситуациям, во время полета пациент находился в стабильном состоянии. Вертолет приземлился на столичном стадионе «Динамо», откуда мужчину доставили в республиканский ожоговый центр. По данным ГИЧС, это уже 20-я трансграничная наземная операция по транспортировке граждан Молдовы, проведенная бригадой «Смурт» с начала текущего года. Еще 833 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Молдове за последние сутки. Это итог почти 4 тысяч лабораторно обработанных тестов на COVID-19. 9 случаев завезены среди инфицированных. Опять более полусотни медработников, в том числе 19 врачей. В лидерах по числу зараженных – Кишинев, Приднестровье и Бельце. 13 пациентов с коронавирусом за сутки скончались. В числе жертв коварной инфекции медсестра консультативного отделения районной больницы Камрата Мария Гарчу стала 43-м сотрудником системы здравоохранения, которая проиграла борьбу с коронавирусом. Свыше 17,5 тысяч пациентов сейчас продолжают лечение, а на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах находится 43 человека из 849 тяжелобольных пациентов. Спустя несколько недель с начала эвакуации автомобилей, незаконно припаркованных на улицах Кишинева, на штрафстоянках гуляет ветер, а простаивают там лишь несколько эвакуаторов. По меньшей мере, такую картину мы запечатлели сегодня на одной из таких стоянок. Как нам поведали представители генерального инспектората полиции, вывозят автомобили лишь в крайнем случае, когда переместить машину невозможно, а ее расположение блокирует дорожное движение. Мы находимся у парковки уже практически час. За все это время сюда не привезли ни одну машину. За моей спиной вы можете заметить даже отведенную железным коням зону, где сейчас простаивают четыре эвакуатора. Мы попытались пройти дальше на территорию парковки, но путь нам перегородили у самого входа. Я здесь солдат, меня сюда поставили. Я никого не пущу, даже из министерства. Со слов охранника, за все три дня, сколько он дежурит, сюда не привезли ни один автомобиль. Свозили сюда машины? Вчера, сегодня? Нет. А почему? Вы не работаете? Люди не нарушают? Вот поэтому. Эти эвакуаторы выезжали или они просто так стоят здесь? Я здесь три дня. За это время выезжали? Нет. Работники стройки, расположенной неподалеку, также говорят, что не видели, чтобы на эвакуаторе сюда доставляли машины. Вы что-нибудь видели? За день сюда привозили автомобили? Нет. А вчера? Мы вчера работали. Доставляли машины? Нет. О том, что со столичных улиц начнут вывозить незаконно припаркованных железных коней, сообщалось еще в сентябре. За дело взялись пять эвакуаторов, которые ежедневно свозили на парковки авто, брошенные где попало, во дворах и на проезжей части. Сегодня на парковках гуляет ветер. Накануне мы связались с администратором стоянки. Он нам сообщил, что вывоз автомобилей не прекращался. А сегодня на наши телефонные звонки он уже не отвечал. Сейчас у вас стоят автомобили? Да, 4-5 машин. Парковка работает на все 100%. А в Генеральном инспекторате полиции нам пояснили, что автомобили вывозят в крайних случаях. Когда нам сообщают о припаркованном автомобиле в неположенном месте, если невозможно быстро убрать авто, когда размещение машины действительно блокирует движение транспорта, в таких случаях мы вызываем службу эвакуации и машины вывозят на стоянку. Недавно в журналистском расследовании Кутия-Нягра сообщалось, что парковкой в Трушинах управляет компания «Магда Тур», и она была отобрана генинспекторатом полиции для предоставления услуг по вывозу автомобилей. Акционерами компании являются братья Владимир и Олег Немцану, их партнеры по бизнесу Наталья Крецу и Диана Гаврил. Последняя также является супругой одного из бывших сотрудников Немцану. Они стали акционерами компании летом этого года, когда был объявлен тендер на предоставление услуг по вывозу незаконно припаркованных авто. Также летом этого года бизнесмены получили во владение земельный участок, расположенный у въезда в Трушины. Для многих людей карантин стал настоящим испытанием, ведь заставил оставаться в своих домах без друзей и живого общения. Но для одного канадца абсолютно ничего не изменилось, ведь уже 17 лет он уединенно живет на рукотворном острове. Своё детище назвал нигде, а сделан остров вручную полностью из утилизированных и переработанных материалов. Питается собственноручно выращенными растениями, есть в меню даже мясо. История канадского отшельника в нашем следующем материале. Ему всё равно, когда выйдет на рынок новый айфон или кто станет президентом США. Канадец из мусорных отходов построил посреди озера плавучий остров и живёт там один уже более 17 лет. Мужчина решил жить один на природе, без денег и без технологий. Установил солнечные батареи, сделал огород и выращивает цыплят. Он не называет своего настоящего имени, хочет, чтобы его знали по прозвищу Шадо, что в переводе означает «тень». Он уехал из города 17 лет назад и построил плавучий остров самостоятельно. Всё, что находят в реке, брошенное другими людьми, используют для строительства своего жилища. Добро пожаловать на мой остров. Я тень, а это остров нигде. Он был построен в основном из бесполезных, выброшенных материалов. У него есть друзья и родственники, которые время от времени навещают его и помогают с различными материалами. Он создал настоящее домашнее хозяйство. Есть кухня, читальный зал, санузел, выращивая даже домашнюю птицу. Это мой офис. Здесь я много исследую дикий мир. А вот комната, которая мне нравится больше всего. Эта комната предназначена для работы и моей энергии, для защиты и лечения окружающей ауры. Например, чтение книг. Одна из вещей, которые мне нравятся. Мужчина живёт сам по себе и игнорирует требования властей Канады, которые пытались неоднократно его эвакуировать. Тень не первый, кто выбрал такой образ жизни. Подобный остров 29 лет назад построила супружеская пара тоже из Канады. Остров Кэтрин Кинки Уэйна Адамса находится у западного побережья острова Ванкувер и называется Бухта Свободы. На сегодня это всё. Мне осталось напомнить, если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную информацию, или же у вас есть интересное видео и фото, присылайте всё в редакцию нашего телеканала и не забывайте об опасности распространения коронавирусной инфекции. Не пренебрегайте нормами гигиены и берегите себя и тех, кто вам дорог. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова